приветствую друзья сегодня у нас распаковочка на этот раз пришел смартфон бюджетного сегмента то есть довольно дешевый аппарат и вроде бы как иметь нормальные характеристики сейчас тема дешевых аппаратов очень актуальна в связи с высоким курсом валют так называется он друзья ли агу лигу альфа 2 смартфон так что здесь не видим мы видим что есть 3g 900 200 gsm 850 но это 2g 900 1800 1900 ну и и мы так здесь видим у нас 5 дюймов и ps hd экран 1 и 3 герца это 6580 13 мегапикселей задняя камера 5 фронтально ну конечно же это интерполяция друзья две симки 1 гигабайт оперативной памяти 16 внутри 2 600 батарейка том топ компания том топ в ней я покупал этот аппарат так раскрываем раскрываем так больше ничего картонка обычная ничего особенного что у нас идет комплекте друзья нормально открывается так зарядочка лиогу прям таким скалографической штукой на 5 вольт полтора ампера друзья это очень даже неплохо не один ампер а целых полтора кабель ну я думаю стандартный usb micro usb до тайп си вряд ли бы здесь положили аппарат очень бюджетный хотя видите наушники то положили так прищепочка есть кнопка ответа на звонок и вот совсем обычные вкладыши убираем инструкции две штуки это гарантийный талон и вот это наверное инструкция на разных языках если русские быстрое руководство до русские есть будут вообще двух словах поэтому смысла нет ухты это пленочка и специальные вот пакетики в которых находятся влажные сухие салфетки для того чтобы правильно эту пленочку наклеить отлично отлично смотрим сам аппарат судя по всему 5 дюймов в руке лежит отлично палец везде достает по моему друзья это все пластик глупо конечно считает что за 70 долларов по моему столько стоит нам положит металл хотя черт его знает в полном обзоре друзья разберусь металл это или пластик вроде даже немножечко холодит может и металл а может и пластик немножечко холодит друзья так на фронтальной части у нас пленка убираем ее все теперь на фронтальной части у нас что есть пленочка одна осталась поклеена по моему а может и нет так датчики разговорный динамик светодиод судя по всему вспышка зачем не могу понять индикатора событий спереди хватает и фронтальная камера экранчик кнопки здесь судя по всему кнопочки будут с подсветкой потому что очень такого не слабо слова прорисованы на задней части вот это вот это наверное дополнительная сенсорная панель уже сто лет таких не видел зачем это не могу понять но зачем-то делают возможно ее можно отключить и слава богу если можно отключить не люблю двухцветная вспышка камера и динамик решеточка под динамик бренд лигу сверху разъем под гарнитуру снизу единственный судя по всему микрофон микро юсби на левой части ничего нет но слава богу на правой части потому что у меня есть тут home tom ht3 видите вот здесь кнопки здесь по-человечески сделали кстати давайте сравним габариты с home tom ht3 вот так вот толщину основные конкуренты они стоят примерно одинаково процессор у них одинаковые памяти одинаково но вот здесь за счет кнопочек с правильной стороны конечно мега плюс так давайте откроем задняя крышка съемная уже не осталось ногтей никаких чё несъемный аккумулятор круто две симки карта памяти и аккумулятор судя по всему друзья реально несъемный не за что его поддеть и он так прям выглядит как будто говорить не стоит меня снимать ну дополнительная сенсорная панель даже если она не отключается друзья сюда тонкий слой скотча и все и она не будет мешать чем она мне так не нравится когда-то давным-давно был у меня уже аппарат возможно тоже вот это ли агу вот и вот это вот панель постоянно но что-то делаешь с аппаратом и постоянно он сдвигает получается там что-то нажимает мне это не нравилось так запускаем лигу сейчас мы с вами друзья сразу проверим наличие индикатора события вот даже сбросили мне его так-так-так-так бангарские русские языки есть ухты небольшая рекламная брошюрка 1 3 герц 4 ядерный процессор 5 дюймов hd и ps дипсплей sony 13 мегапикселей фронтальная камера нет это задняя наверно да задняя задняя тачевая панель enjoy но давай прошу прощения за мой английский друзья сколько себя помню учил немецкий поэтому произношение стало нечтем среднем между этими двумя языками так смотрим ну вот одну из двух друзья либо здесь нет индикатора событий либо он не реагирует на зарядку вот совсем недавно говорил про in focus v5 что ним нет индикатора события оказалось что есть вот я поставила на зарядку потом появился индикатор здесь же тоже не вижу зарядка идет тут можно увидеть но ничего не горит никаких индикаторов не появилось так смотрим поддержку от и джи от и джи работает шикарно так а поскольку есть поддержка от и джи друзья мы с вами сразу буквально сразу рассмотрим насколько хорош экран файлы внешний usb накопитель не надо обоим всегда галерея так смотрим картиночки не хочет опять тут же есть на самом деле кстати кнопки как видим не подсвечиваются то есть они еле-еле нанесены еще и добавок не подсвечиваются есть fm-радио не работает без наушников ладно это сейчас попозже давайте разберемся с картинками так но экран хороший на удивление сейчас в любые аппараты даже самые дешевые ставят вполне достойный экран тем более hd экран ну давайте посмотрим сами видите углы обзора практически экстремальный угол ничего не меняет свой цвет белый не становится синим зеленым сейчас еще увидим какие-нибудь картиночки с белым цветом все нормально друзья к экрану у меня претензий пока что никаких нет давайте послушаем насколько громко он играет и займемся остальными тестами так так Ну, басов здесь мало, в основном это средние и высокие частоты, но играет довольно громко. Вопроса у меня по этой части нет. Так, давайте рассмотрим сам аппарат, что у него интересного есть. Есть Opera Mini, Power Saving Mode – это режим сохранения энергии. Так, 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 что еще? Русский язык естественно есть, он у нас изначально переключился на него, в настройках посмотрим, что есть. На экран Miravision, не вырезали ее, оставили, отлично. Prevent Pocket Dials, я не знаю, что это такое, возможно, что-то интересное, но вряд ли. улучшение звука стандартное есть. смарт-вейк, System Motion, два пальца изменяет тему, три пальца делает скриншот. скриншот. Двойной тап блокирует или разблокирует. Ну, непонятно, как двойной тап блокирует. А, двойной тап по кнопке «Домой» блокирует. интересная функция, прикольно. Так, раньше не пользовался таким. Телефонные жесты, мобильный антивор. Надо проверять, что это такое. умный просмотр окон. По-моему, это двойной тап для пробуждения. Пробуждение. Может и нет. Нет, это не двойной тап для пробуждения. Ну, друзья, тут совсем надо разбираться. Очень много чего интересного есть. Куча всяких жестов. Ну, вроде бы все включил. Запуск камеры. Так, это полные настройки. Еще что-то есть. Смарт сей, стей. Разные вот такие жесты. Это нам не интересно. Различные цвета для индикатора. Судя по всему, он тут есть. Поскольку есть эта система. Система оповещений. Light Notification. Power Master. Друзья, ну тут вообще очень много чего любопытного. Тут вообще копаться и копаться. Разбираться. Смотреть. Подобного я не видел. Android, скорее всего, 5.1. Да, Android 5.1. Переработанная прошивка. Много чего любопытного запихнули. Так что, друзья, ждите обязательно обзорчиком. Вот это вот. Вот одно из менюшек, наверное, отвечает за это вот. Я по ней вожьюкаю и получаю некоторые движения. Характеристики, друзья. По-моему, батарея здесь около 2 500. Точно не вспомню. 1 гигабайт оперативной памяти мы это видели. Процесс 6580, то есть без поддержки 4G. Но очень много чего любопытного и так есть. Я думаю, имеет смысл проверить камеру. Вообще, мне этот аппарат даже больше чем HomeTom понравился. По-моему, даже очень нехилая камера. Что-то, если так дальше пойдет, возможно, будет самый лучший из бюджетников, который я видел. Но, друзья, вот такое качество фотографии, смотрите сами. На смартфоне за 60 или 70 долларов я просто не видел. Автоматическая и ручная фокусировка. Блин, очень круто. Очень и очень круто, друзья. Пробуем слона. Слон, как мы помним, не всегда отрабатывает. Так. Ну, к слону также претензий нет. Это, по-моему, ручная, это автоматическая фокусировка. Камеру допилили, друзья. Впервые я вижу, чтобы на смартфоне бюджетного сегмента нормально допилили камеру. Обычно я говорил, что вот все нормально, кроме камеры. Типа на камеру опять забили. А тут я говорю, что, во-первых, много всего любопытного. А во-вторых, более-менее камера. То есть камера за фотографией, которой вообще не стыдно. Но вот эта вот автоматическая фокусировка немножечко размыта. Можем попробовать еще раз. Просто темнеет уже. Поэтому. Ну, такая же фотография получилась. Конечно, при ручной фокусировке фотография получше. Вот, по-моему, это ручная была фокусировка. Фотографии поинтереснее. Ну, что я могу сказать, друзья. На начальном этапе. Удобный. Маленький. Тонкий. Единственное, что плохо, не снимается батарея. Эту штуку можно залепить скотчем. Она не будет мешать. Двухтоновая вспышка. Судя по всему, есть индикатор. Это что вылезло? Это что такое вообще? Красиво. Конечно, все реализовано очень красиво. Тут вообще опера предустановлена. Очень-очень. На текущий момент, друзья. Вот сейчас я впервые взял его в руки. Он мне нравится очень сильно. То есть, примерно так же нравится, как инфокус. Хотя инфокус стоит чуть ли не в два раза дороже. Ну, блин, я думаю, что конкурентом он составит большие палки в колеса. Потому что очень-очень красиво, очень круто сделано все. Уходит на обзор. Если есть вопросы, что проверить, пишите в комментариях. Действительно интересный аппарат. Удивил меня. Вот реально аппарат меня впервые удивил. Вот инфокус меня удивил. Хороший аппарат, также любопытный. И второй вот этот Lego. Подписываемся на канал. Обязательно с вас лайки. Обязательно с вас комментарии. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok